В Чувашии началась подомовая проверка жителей, которые недавно вернулись из-за рубежа. Об этом сегодня сообщили на еженедельной планерке в правительстве Чувашии. В состав мобильных бригад входят медицинские работники, сотрудники МВД, Роспотребнадзора и муниципальной власти. На сегодня Роспотребнадзор уже выписал более 1300 постановлений о необходимости самоизоляции. При этом выявлено 7 нарушений режима карантина. В результате на принудительную изоляцию поместили 3 человека. На данный момент под медицинским наблюдением находятся 884 человека. Зараженные коронавирусом по-прежнему один. Работа продолжается, работу мы контролируем. И здесь я еще раз присоединяюсь к словам благодарности, которые высказал Владимир Игнатьевич, ко всем. Тем, которые участвуют в этом процессе, это и врачи, и сотрудники органов внутренних дел, и сотрудники Роспотребнадзора, которые находятся на переднем краю этого процесса. Но все больше и больше активных граждан вовлекаются в этот процесс. В частности, создан волонтерский центр. Я бы так сказал, даже не создан один. Их увеличивается, количество этих центров. Увеличивается количество людей старше 60 лет, которым требуется поддержка в режиме самоизоляции. По телефону 8 800 201 32 60 уже поступили первые звонки с просьбой оказать помощь. Конечно, подготовлен наш комплексный центр социального обслуживания населения, в первую очередь, для того, чтобы оказать адресную помощь по доставке необходимых продуктов, по доставке лекарственных препаратов, ну и решению любых бытовых каких-то вопросов, которые являются для них важными. В ближайшее время заработает единый портал, где будут размещены онлайн-версии посещения учреждений культуры, спорта, опубликованы курсы повышения квалификации, мастер-классы, онлайн-уроки и видеотренировки. Ольга Алексеева, Игорь Зверев, Республика.